Сотрудники аварийно-спасательной службы в этом году уже 15 раз выезжали на поисковые операции в лесные массивы республики. На этой неделе лесники обнаружили в лесу тело погибшей пожилой женщины. Потерялась она еще в мае. К сожалению, найти живым заблудившегося в лесу пожилого человека получается не всегда. Как уберечь себя и своих близких от трагедии в нашем следующем материале. Практика показывает, заблудиться в лесу может даже самый опытный грибник и охотник. Даже человек, который знает лес, как свои пять пальцев и в лицо узнает каждое деревце, от этого не застрахован. Поэтому любой выезд на природу стоит расценивать как потенциальную опасность и готовиться к нему заранее. Во-первых, научиться самому и научить своих пожилых родственников пользоваться компасом. Во-вторых, позаботиться о запасах еды, воды и теплой одежды. Любимые всеми костюмы защитного цвета – настоящая боль всех спасателей. Ведь в одежде такого цвета человека не видно даже с расстояния в несколько шагов. Особенно если потерявшемуся стало плохо и сам обозначит свое местоположение он не может. Поэтому костюм для похода в лес должен быть яркий, заметный, со светоотражающими вставками. И, конечно, необходимо иметь при себе полностью заряженный мобильный телефон. Когда собираемся в лес, во-первых, в лес не надо ходить одному, в одиночку. Минимум два человека. Если что-то произошло, то обязательно второй может позвонить в спасательную службу. Лучше, конечно, не спасательную, а информационный центр. Тогда уже там определяют, в информационном центре Республики Мариел, кого вызвать – спасателей, врачей, полицию или всех одновременно, если ситуация такая этого требует. Также, когда в лес собираемся, необходимо предупредить близких, родственников. Если нет таковых, то знакомых, соседей, что выезжаю в лес на такое-то время, вернусь тогда-то, чтобы, если человек вовремя не вернулся, вызвали спасателей, заявление написали в полицию, и тогда время не будет упущено. Если ваш родственник или знакомый ушел в лес и не вернулся, выжидать мифические три дня ни в коем случае нельзя. Каждый час, проведенный в лесу, уменьшает шансы на благоприятный исход поиска. К спасательным операциям обычно присоединяются и волонтеры отряда «Лиза-Алерт». Чем больше людей, тем больше район леса они смогут прочесать в поисках человека. Задача потерявшегося же – не усложнять свои поиски, а продержаться до прихода помощи. Тут и понадобится еда, теплая одежда и спички, чтобы разжечь костер. Необходимо помнить, разжигать костер не везде можно, потому что можно устроить лесной пожар. Поэтому необходимо место подготовить, выбрать такое место, чтобы в ближайшем радиусе разжигания костра, чтобы не было деревьев, сухостоя. Поэтому необходимо разгрести, подготовить место, после этого только разжечь костер. Как говорят спасатели, выручить в лесу поможет наблюдательность. Пеньки, упавшие деревья, большие муравейники – все это может служить ориентирами для того, чтобы найти дорогу домой. И, конечно, главное в экстренной ситуации не паниковать, а сделать все для того, чтобы вас было легче найти.